Музей истории и культуры Соктовдинского района открылся после капитального ремонта. Работы велись на протяжении полугода. За это время заменили проводку и отопительную систему, обновили фасады, залы, отреставрировали двери и окна. На апгрейд здания было выделено около 15 миллионов рублей. Какие сюрпризы и новшества ждут посетители в залах, расскажет Наталья Юрьевна. Новая страница в истории музея перевернута. Запах краски выветрился, экспонаты вернулись на свои места. Первые гости с любопытством изучают предметы и картины, ожидают открытия официального. То, что мы сделали вместе с районом, то, что сегодня музей полностью уже переоснащен с бытовой точки зрения, вы знаете, это самые такие основные моменты. Это и тепло, и свет, и сухо, и все отремонтировано с иголочки. Поэтому сегодня это уже наша следующая задача вместе с районом, с Иктывдинским, дооснастить музей. И мы себе эту задачу, считайте, поставили. Гостей встречают сразу несколько экспозиций. На первом этаже в основном временной, на втором развернулась постоянная. Эту выставку в дальнейшем расширят образцами из фонда. Хранилище музея насчитывает более 12 тысяч экспонатов. В залах можно увидеть лишь треть. Благодаря ремонту заметно обогатился зал искусств. Книги, костюмы, личные вещи и музыкальные инструменты. Один из 14 залов обновленного музея посвящен творчеству. Здесь можно ознакомиться с биографией талантливых уроженцев Сыктывдинского района. Среди них русский страдиварий Семен Иванович Налимов. Знаменитых домбр и балалаек русского страдивария в экспозиции нет. В основном они в частных коллекциях и в музеях Москвы и Северной столицы. Зато можно увидеть другие интересные экспонаты. Возродили зал науки. Восстановился зал ученых. Потому что действительно наш Сыктывдинский район родина 68 ученых. Нет такого района, где столько ученых. Поэтому это новшество еще одно. Помимо этого гостей ожидают еще одно новшество. Современное. На отдельных экспонатах есть теперь QR-коды. Через телефон с помощью приложения можно получить подробную информацию о предмете. Появилась в живописной экспозиции и своя фишка. Благодаря технологиям полотна оживают. Смотрим, картина оживает. Спасибо, Става. Надо вот как бы через телефон усмотреть. Включается звук. Сейчас женщина выйдет из дома. Вот она вышла из дома. Собачка побежала за ребенком. И можно как бы вот смотреть с глубиной. Каждый может это лично делать через квартал. Музей готов принимать новых посетителей. Помимо экскурсий будут проводить здесь и встречи. Ближайшее запланировано на 15 апреля. Наталья Юрина, Олег Жуковский, телеканал Юрган.